Рад приветствовать вас сегодняшним утром. И я, пожалуй, начну. Моя презентация будет посвящена Asset Framework, а более конкретно о практике по созданию и использованию структуры в IEF. Тема очень насущная для тех, кто уже использует IEF или кто планирует использовать IEF. Поэтому я постараюсь помочь вам понять, какие инструменты можно использовать, с какой стороны подойти к Asset Framework для того, чтобы иерархия и модель, которую вы там строите, была для вас наиболее полезна и проста в использовании. Для начала необходимо терминологию ввести. То есть что такое Asset Framework? Я подозреваю, что большинство из вас уже знакомы с этим продуктом. Asset Framework — это, в принципе, связка клиент и сервер. В основе сервер лежит. Но общими словами, если говорить, то об Asset Framework можно говорить как о справочнике данных наших. Почему это так? Asset Framework позволяет нам легко получить доступ к данным реального времени, но, помимо всего прочего, к данным с различных источников, статичных данных, справочных данных, различных метаданных, которые позволяют добавить некий контекст для наших данных реального времени, которые без контекста особо пользы для пользователя не имеют. Естественно, мы можем работать с данными реального времени и без контекста, понимая, что мы хотим получить. Но для людей, которые далеки от инженеринга, для менеджеров, для разных людей, которые, в общем-то, интересно больше бизнес, детали, им тяжеловато общаться на языке тегов. Ну, об этом чуть попозже поговорим. Asset Framework, как я уже говорил, позволяет объединить данные с различных источников в одну понятную человеку структуру. Asset Framework структурирует данные и открывает доступ к структуре предприятия. Каким образом это реализовано? Это реализовано посредством модели, где у нас есть дочерние элементы, есть родительские элементы. Что я хочу этим сказать? То, что любое… Мы можем в Asset Framework наблюдать и понимать связь между различными объектами в системе, различным оборудованием. Или в разрезе подразделений видеть, как у нас организована работа на предприятии. Как это реализуется? Следующий слайд. Вот у нас есть иерархия. В принципе, можно увидеть, что она довольно-таки гибкая, может иметь несколько дочерних элементов. Родитель может иметь множество дочерних элементов, используются ссылки. Иерархия гибкая. И это, естественно, позволяет людям по-разному строить иерархию. И здесь встает самый основной вопрос. А как мне построить эту иерархию? Задавались ли вы таким вопросом? С чего мне начать? Какой элемент мне создать первым, вторым, третьим? Какие дочерние элементы использовать? И самое главное, какую цель преследует АЭФ? Предоставить данные. А в каком виде эти данные предоставить? Это тоже очень немаловажный вопрос. Ведь подразделения разные. Людям интересен разный вид иерархии. Все это позволяет… АЭФ настолько гибок, что позволяет под каждого пользователя подстроиться и предоставить ему данные именно в таком виде, информацию именно в таком виде, которая пользователю необходима. Я расскажу, в принципе, начну с базовых вещей. Расскажу немножко на примере, естественно, насосов. Мы все любим насосы. Какую информацию мы бы хотели о насосе получить? И какую информацию может датчики с насоса нам предоставить? Ну, если мы говорим, опять же, о датчиках, то это данные реального времени. Это то, что лежит в основе PySystem. Это то, с чем мы с вами работаем каждый день. Это не обязательно насосы. Каждый из вас здесь сейчас присутствующий могут подумать о любом своем оборудовании. Для примера тут даны скорость потока, измерение давления, вибрационные характеристики. Помимо всего прочего, каждое оборудование, естественно, имеет какие-то свои характеристики, которые во времени не меняются. Это вот модель, имя, оборудование, там, производитель его. Все эти данные статичны. Это говорит о том, что PyData Archive, эти данные, ну, смысла в PyData Archive эти данные хранить особо нет. Но Asset Framework позволяет объединить данные временных рядов с описанием вашего оборудования очень простым образом. Об инструментах я поговорю чуть позже, сейчас больше такая overview. Помимо всего прочего, данные с внешних источников. Что это значит? У вас у всех, и вы не только используете PySystem, используете сторонние системы, ERP-системы, различные революционные базы данных, которые хранят разную информацию. Это может быть как проектная документация, так и рекомендованные номинальные какие-то параметры эксплуатации. Все эта информация очень важна. Но задумайтесь, каждый раз, когда вам необходимо что-то получить о насосе, опять же, о том же самом информацию, о номинальных каких-то значениях, мы идем, открываем документы, либо какую-то другую программу открываем, там посмотрели, тут посмотрели, сопоставили это все в голове или на листочек записали, да, и потом какую-то аналитику какую-то проводим. Все это становится проще, если мы правильно используем Asset Framework именно на этапе непосредственно моделирования самой, значит, иерархии. Взяли вот эти замечательные три пункта. Как мы можем их использовать? Есть возможность, начиная с версии IO 2014, мы, компания OCsoft, зная и веря в то, что вам необходимо все, ну, не то, что вам необходимо, а действительно это очень ценно, мы верим в то, что это очень ценно, иметь в руках всю необходимую информацию и иметь не только ее отобразить, но и с ней дальше работать. Ну, для этого был создан компонент анализис-сервис, который позволяет нам производить и конфигурировать различные расчеты на основе данных, о которых я вот здесь вот с вами говорил. Это может быть расчет эффективности оборудования, технико-экономические показатели различные, различная аналитика, более глубокая, там, если что-то нужно под ваши непосредственно нужны, какие-то задачи решать, аналитика может вам в этом помочь. Взяв любую индустрию практически, можно прийти к тому, что очень, конечно, здорово смотреть на данные временного ряда, как-то их там суммировать, делить, как-то их анализировать, но их проще рассматривать в разрезе событий, согласитесь, когда мы видим какие-то между собой связи, когда мы можем понять, что вот в течение этого времени у нас оборудование простаивало и несколько показателей были, грубо говоря, ноль. Такие события автоматически теперь есть возможность отслеживать, записывать их, хранить в Asset Framework. Опять же, я говорю о простой, это, наверное, не лучший пример, но есть возможность, допустим, если необходимо отслеживать динамику и количество произведенного продукта во время какой-то смены. То есть восьмичасовые смены в разрезе событий также можно отслеживать, смотреть, получать какую-то интересную информацию для себя. А потом еще и отчет на основе этого строить. Здорово ведь. И события рождают уведомления. В каком плане? Ну, мы часто хотим быть в курсе. Просто быть в курсе того, что происходит у нас на предприятии, как у нас функционирует оборудование. Очень важно, когда у нас критичное какое-то оборудование, очень важно всегда знать, в каком состоянии оно находится. Ну и при наступлении события, при наступлении какого-либо состояния, asset framework позволяет нам получить уведомление о том, что что-то случилось, хорошее или плохое. То есть система, в принципе, гибкая. Она не заспамит вас какими-то негативными письмами. Хотите получать хорошую информацию? Значит, ваше право. Ну и тут основной вопрос встает. И люди очень часто приходят к нам и задают вопросы. У меня так много оборудования различного. И как мне это все в asset framework? У меня еще и теги есть. Я уже давно, по идее, это archive использую. Что мне с этим делать совсем? И как только начинается этот процесс построения иерархии, за голову люди хватаются и думают, нет, это слишком много, это очень тяжело, все. Я не справлюсь. Я с тегами там поработаю. Или просто все теги в атрибуты запихну, грубо говоря. И продолжу работать с аэфом, да, но в каком-то ключе, который в итоге в долгосрочной перспективе может вылиться в такие проблемы, как поиск необходимой информации, предоставление необходимой информации в нужном виде для конечного пользователя. Ну, наше предложение и наша рекомендация. Перед тем, как что-то начать создавать, задайте себе несколько вопросов. Первый вопрос, естественно, должен быть, кто будет основным потребителем информации из системы asset framework. Это может быть инженер обслуживания, это может быть менеджер, это может быть оператор. В общем-то, разные люди, и они по-разному хотят видеть данные. Но необходимо определиться с ключевым человеком. Потому что так просто проще начинать. А дальше уже аэф позволяет вам различные виды на основе уже существующей иерархии создавать. Определившись с тем, кто будет потреблять эту информацию, оттолкнитесь от идеи, а какую задачу я хочу решить. Хочу ли я снизить чистоту простую или считать количество произведенного продукта не только в каком-то там конкретном цеху, а в разрезе всего предприятия, всей компании. Задач очень много различных стоит, и у каждого, естественно, она уникальна. Опять же, asset framework здесь может помочь, но надо знать, как к этому подойти. Чуть позже будет про инструмент. Как только определились задачи, что делается следующее. Ну, задачи есть. Опять же, количество моего оборудования не уменьшилось от этого. И я хочу сейчас все оборудование, все туда сразу запихнуть, все мои теги опять же к этому оборудованию подвязать, смотреть там данные. Это работает. Но в итоге придется, наверное, что-то переделывать. Поэтому начните с малого. Создайте один элемент, там, насос. Возьмите два ключевых показателя, которые вы хотите отслеживать, и сделайте с ними аналитику. Посмотрите, как это работает. Да, это процесс какой-то такой, ну, проба и ошибок. Поэтому займет какое-то время. Но в долгосрочной перспективе, как только вот эта вот система начнет обрастать различными деталями, вы не поверите, насколько это будет, как мы говорим, valuable for you. В общем, ценно для вас. Ну и, соответственно, с вопроса встают. Возможно, кто-то из вас ожидал увидеть там в этой презентации сейчас пример иерархии, там какой-нибудь ultimate, да, лучшая, значит, иерархия, лучшая модель, которую можно везде применить. Такого нет. Нет такого понятия, как правильная иерархия. Она для вас, любая структура, она уникальна, и только вот для вас. Поэтому не бойтесь экспериментировать, и в итоге все получится. Обозначив проблему, да, я немножко хочу здесь вот поговорить. Перед тем, как приступить к непосредственно построению структуры, просто приведу аналогию. Мы на кухне, когда готовим, да, какое-то новое для себя блюдо, мы же тоже все сразу в одну кастрюлю не запихиваем. Мы сначала, значит, пытаемся понять, значит, какие нам ингредиенты взять, как их вместе смешать, да, и что должно получиться. Ну и, соответственно, с IF очень похожая ситуация. Есть задача. Подготовьте рецепт. Выделите критически важные объекты, с которыми вы хотите работать. Источники ваших данных. Да, это, естественно, PySystem, если вы уже используете PyData Archive и теги. Это, естественно, какие-то мета-данные, которые хранятся у вас в различных системах. А помимо всего прочего, возможно, вы хотели бы не уходить далеко от той модели корпоративной, которая у вас уже используется в каких-нибудь сторонних SCADA-системе, например. То есть можно, в принципе, использовать корпоративные стандарты при построении структуры. Опять же, это нужно все учесть при создании этого рецепта у себя в голове. Ну и наметьте план работы. И, естественно, все это… Люди, с которыми вы работаете, должны быть в курсе того, что в данный момент делается. Может быть, какие-то идеи, какое-то обсуждение, из которого может вылезти что-то более-менее полезное. Если перейти непосредственно к структуре, вот обратите внимание, с правой стороны это месторождение с карьерными самосвалами и мельницами. В данном случае есть, естественно, группировка в AF, о чем я говорил в самом начале. Дочерние, родительские элементы. И заказчики выделяют, те, кто уже использует AF какое-то время, несколько типов группировки элементов. То есть есть возможность группировать как по функциональному признаку, какое-то наше подразделение, так и по географическому признаку, если есть некая распределенность, не знаю, там нефтяные скважины в разных местах находятся. Все это здорово. Определите для себя, как бы вы хотели. Как бы этот оператор, для которого вы строите эту иерархию, как бы он хотел это все видеть. Либо по типу оборудования. Опять же, если насосы, группа, значит, родительский элемент насоса и дочерние элементы насоса. Легко. Это очень будет полезно, допустим, для инженера технического обслуживания. И по типам задач, естественно. Вот если есть такая там. То есть также группировка такая и есть. Это очень все здорово, но при построении такого вида, такого дизайна, мы как-то немножко, якорь у нас такой есть. Мы прицепляемся непосредственно к этой конкретной группировке. Но я же говорил о том, что данные для разных пользователей по-разному должны выглядеть. Для этого существуют так называемые ссылки на элементы, которые позволяют вам, используя уже существующую иерархию, построить другую, не создавая новые элементы, а используя уже существующие элементы, просто создавая ссылки на них для другого предоставления данных в иерархии. Я надеюсь, идея понятна. Я еще к этому буду возвращаться периодически. У нас типов связи между элементами. Да, есть типы связи между элементами. Есть несколько видов. Чуть попозже об этом подробнее поговорим. Ну а я перейду непосредственно к, наверное, самому основному фундаментальному инструментарию в Asset Framework, называемым шаблонами. Шаблоны — это тот инструмент, с которого, наверное, стоит начать при определении ваших критически важных объектов, вашего оборудования. Что позволяет делать шаблоны? Шаблоны — это класс или тип какого-то оборудования. Создав шаблон, впоследствии есть возможность из этого шаблона, в общем, этот шаблон использовать для создания однотипных элементов. Есть резервуар, есть шаблон резервуара. И мы знаем, что у нас все резервуары имеют, по сути, один и тот же набор различных характеристик. Это данный уровень загруженности, плотность жидкости, которые сейчас в данный момент находятся в резервуаре и так далее. Но, соответственно, мы же не хотим каждый раз элемент вручную создавать и создавать для него все атрибуты. Мы этот элемент создаем непосредственно из шаблона. Это открывает нам огромный-огромный-огромный пласт различных возможностей, как при работе с клиентскими приложениями, так и при редактировании, администрировании и так далее. И шаблоны бывают как элементов, так и для расчетов, так и для событий и так далее. Помимо всего прочего, шаблоны позволяют создавать новые точки автоматически. Кому интересно, могу показать на демо-стенде в перерыве. Очень здоровская штука. И, естественно, создание точки шаблонов позволяет нам внести некий системный подход к наименованию пайпоинта. И шаблоны имеют возможность наследования. Если у нас однотипное оборудование, не совсем однотипное, как нам бы хотелось, то есть какие-то есть отличия, мы можем непосредственно создать наследование шаблона для того, чтобы, в общем-то, с этим разобраться. Значит, про элементы я уже немножко говорил. Элементом может быть как логическая какая-то единица, так и физическая, как подразделение, так и наш насос. У каждого элемента есть атрибуты, которые служат описанием этого оборудования или, опять же, подразделения. Данные, которые вы отображаете в этих атрибутах, они могут быть как статичными, которые вы вручную там вбили для себя. Либо это могут быть ссылки на данные как из spypoint, по spy data archive, так и из SQL сервера. Ну, это основные. Это может быть формула, расчет. Кто работал, тот уже знает. Если кому, опять же, интересна эта тема, у меня есть отличная демо для того, чтобы вам продемонстрировать различные типы ссылок на данные. Их также называем data reference, если кто слышал. Расскажи немножко про аналитику. То есть, когда, как я сказал, уже есть парочка атрибутов, которые берут значения из точки, из датчиков и посылают значения на интерфейс. Интерфейс, естественно, дает аркайв. И вот эту информацию мы бы хотели каким-то образом для себя использовать для каких-то расчетов. Это могут быть прогнозирования или какие-то центры полезного действия. Что здорово. Мы можем рассчитывать и записывать снова их в пай-точке. И в данный момент аналитика поддерживает более 150 функций. Очень гибкая и классная вещь. Если кто из вас работал с пайп-перформанс-эквейшн когда-либо, вы, наверное, знаете, что пайп-перформанс-эквейшн – это старое уже поколение, прошлое поколение расчетов на основе пай-тегов. Соответственно, аналитика – это новое поколение. Когда мы рассчитываем уже на основе, делаем расчеты на основе атрибутов. И тут реализована очень классная вещь, которая позволяет вам сократить длину вашей здоровенной формулы, которая очень гибкая, очень классная, очень здорово, все автоматически анализирует. Но она очень длинная. И с ней работать, ее модифицировать очень сложно. Поэтому в аналитике есть возможность использовать переменные для того, чтобы поделить как-то логику и предоставить расчеты удобным для пользователей видео. То есть я просто вас призываю попробовать использовать вот такой вот механизм. Не все в одну строку записывать, а разбить по упрощению этих выражений. Соответственно, естественно, шаблоны также поддерживаются для аналитики. По событиям немножко скажу. Как я уже говорил, Event Frames позволяет нам отслеживать различные периодические процессы, запуски остановок, рабочие смены, проведение тестов на рабочем оборудовании, простое отключение и так далее. Шаблоны опять же поддерживаются. И в новой версии Asset Framework у нас появилось две замечательные вещи, которые, в принципе, люди хотели бы всегда использовать. И это можно было сделать своеручно, но минуя, скажем так, шаблоны, потому что… В общем, сначала я расскажу, наверное, о том, что это в первую очередь. Уставки для всех понятно, что это значит. Есть у нас какой-то с датчика температуры. Мы знаем, что это оборудование должно работать при такой-то температуре. Не выше и желательно не ниже. И вот этот верхний и нижний показатель, соответственно, он у нас присутствует. И для каждого оборудования он может быть уникальный. И теперь у нас есть возможность вот эти вот уставки получать не вручную, вбивая их, например, а непосредственно привязывая их к какой-то существующей пай-точке, которые нам уставку. Или из таблицы доставать это. И что очень важно, эта уставка будет отображаться, вот здесь вы можете видеть, совместно с атрибутом. Это у меня давление. Нет, это у меня не важно, короче, не помню. Соответственно, мы можем видеть, что здесь у меня произошло что-то нехорошее. Вот была понижена температура, например. И прогнозирование. Если мы говорим о каком-то… Мы берем данные с датчиков метеостанций. И если у нас есть возможность, а у нас сейчас есть возможность в PyDataArchive хранить данные будущего времени, мы говорим о каком-то виде прогнозирования. Мы, соответственно, можем для существующего атрибута назначить при помощи прогнозирования, функции прогнозирования, дочерний атрибут, который будет в связке работать с существующим атрибутом. В общем, опять же, если кому интересно, на стенде я могу все это продемонстрировать. Несколько рекомендаций по работе с IF. Организуйте иерархию. Отличная рекомендация. На самом деле подключает все очень много вещей. Используйте, пожалуйста, типовые элементы на одном уровне, старайтесь. И я уже говорил о моделях и о промышленных стандартах для организации иерархии. Если есть какие-то промышленные стандарты, внедряйте в IF. Это делает легко. Это вам прощает, в принципе, головную боль по поводу того, как бы нам эту иерархию развернуть. Шаблоны. Использование шаблонов, как я уже говорил, прощает администрирование. Создали 100 резервуаров из шаблона. Необходимо что-то поменять. Меняется только в шаблоне. Изменения все, соответственно, автоматически на шаблон распространяются. И более того, работа с шаблонами позволяет упростить и, значит, не то что даже упростить, оно необходимо, шаблоны необходимы для того, чтобы работать при составлении отчетов и в инструментах бизнес-аналитики, такие как Power BI, например. IF также имеет функционал категорий. То есть если у нас множество атрибутов созданы в системе, и поиск по ним затруднен, потому что большой список, надо найти только определенный показатель. Мы можем для каждого из атрибутов создать категорию и группировать атрибуты в соответствии с категориями. Там, не знаю, расход топлива категория. И смотрим все по расходу. И, соответственно, поиск осуществляется по категориям, что очень-очень-очень важно. И также применение при составлении отчетов широкое в инструментах бизнес-аналитики, опять же. Единицы измерения. Не оставляйте ваши атрибуты без единицы измерения. Я вас прошу. Потому что при составлении, опять же, отчетов, или при необходимости конвертации из одной единицы в другую, или при написании расчетов, где необходимо какие-то конвертации производить, вам не нужно это делать вручную. Единицы измерения делают это за вас. Вам только нужно указать, в каких единицах измерения вы работаете, и все. Про разные виды иерархии я уже говорил. Наследование шаблонов, я думаю, всем понятно. Нумерованные списки. Кто-нибудь использует, кто-нибудь знает, о чем идет речь? Энумерейшн-сетс. Хорошо. Суть энумерейшн-сетс такова. Их можно пропустить, они легко затеряются в лайберре, но это отличная вещь для того, чтобы помочь каким-то образом стандартизировать некоторые вещи при вводе данных вручную, например. Я не говорю уже о девелопменте. О чем я говорю? Если у нас есть ряд насосов от разных вендоров, и есть атрибут, который имя вендора отображает у этого насоса, если вручную все это вбивать каждый раз в вендор, человек может просто ошибиться в какой-то момент, написать что-то неправильно, но есть нумерованные списки для того, чтобы выпадающий список организовать, для того, чтобы выбрать необходимый нам вендор для необходимого насоса. Это вообще простейший. Сейчас я пример привел. Можно подумать более шире насчет этого. AF-таблица позволяет нам использовать данные сторонних реляционных баз данных. Ну и, соответственно, чем больше мы используем функционал, о котором я сейчас рассказал, тем ценнее для нас становится система. Чем больше информации она до нас доносит, и тем проще пользователю с ней работать и поиск информации осуществлять. Важный момент. Примеров немного, да, я привел. Именно иерархия. Но это не беда на самом деле, потому что сейчас у нас открыт на PySquare, так называемом сообществе пользователей, примеры иерархии для различных индустрий. То есть уже есть нефтегазовая индустрия, уже Power Generation генерация, также присутствуют примеры моделей, которые вы можете использовать. Это доступно для вас бесплатно. Абсолютно можно скачать, развернуть, посмотреть, поиграться. Там есть и аналитика. В общем, очень интересные вещи. И пример модели АФ от заказчиков по ссылке. Вот в презентации можете посмотреть. Ну, у меня было пару слов еще по том, как внедрять систему на уровне производительности, то есть именно если разговор вести о железе. Я скажу только, старайтесь следить за связью АФ-клиент, не сервер. И, значит, клиент-сервер. То есть между… АФ сам по себе… Я сейчас уйду в детали. АФ сам по себе не общается с PyServer. То есть тут переживать не стоит. Если мы хотим что-то быстренько читать из SpyDataArchive, нам необходимо убедиться, что именно между АФ-клиентом и АФ-сервером. Значит, связь хорошая. Если, интересно, более детальные вещи по SQL-серверу, по оперативной памяти, рекомендации, по распределению на различных машинах, я с удовольствием отвечу в перерыве. Подходите, интересуйтесь. Я благодарю вас за внимание, мое время и стекло. Так, если есть вопросы, быстренько. Быстренько. Да. Вопрос с функционалом, уставка, у программирования. Первое, уставка. То есть что же возможно расширение отечественной уставки? Расширение что? Отечественной уставки. То есть там 6 или 7 уставок. Ага, 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 ага. В данный момент, насколько мне известно, уставки предназначены. То есть мы только можем менять название этих атрибутов и то, как мы эти уставки получаем. Но я думаю, что это логично. Из атрибутов модели? Да, абсолютно. Ну просто мнение, может быть, знаете, почему мы пошли в курсе, как уставки являются ложными атрибутами, а выделили отдельные сушицы уставки? Еще раз вопрос. Ну, уставка это атрибут, показатель, да? Можно было бы моделировать через ложные атрибуты уставки. Ну, для пользователей… Я не знаю, как ответить на этот вопрос. Я могу только свое мнение выразить. То есть я так считаю, что просто для пользователя удобнее работать с уставками. Можно это сделать было и ранее, вручную. Но использование пределов, как сейчас, в шаблонах позволяет это просто масштабировать и, соответственно, автоматизировать. Уставки назначаются теперь для каждого типа атрибута и в соответствии с шаблоном, и в соответствии с моделью, допустим, насоса. Раньше для того, чтобы не было шаблонизировано какого-то решения. Теперь это используется в шаблонах очень активно. В основе прогнозирования, какие методы прогнозирования используются и могут превышать свои данные? Смотрите, у нас система не прогнозирования. Это первое, что я должен сказать. Но asset framework позволяет какую-то простейшую аналитику производить и записывать данные в будущее. То есть есть такая возможность. Это первый способ. Ну, опять же, сторонние системы использовать, которые вот этим прогнозируем занимаются. Ну, у нас есть функции, там, полином, допустим, построить. То есть можно использовать что-то. Еще вопрос. Как ваши рекомендации? Рекомендации лучшей практики по организации моделей для определенных объектов. То есть есть как-то предприятие, множество определенных объектов, каждый свой модель. Хочется иметь одну модель, а не только одну есть, а также часть модели, а как это производить. Это нужно, наверное, в частном таком порядке обсудить. Но способов это сделать много. Это и хорошо, и, соответственно, надо просто подумать и обсудить. Еще вопросы? На самом деле нет. Спасибо большое. Если что, я здесь спрашиваю тебя. Спасибо. 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 Спасибо.